Перевел и озвучил Алексей Мокшин, канал Спортфаза Всем привет, друзья! Это Калум фон Могер, трехкратный мистер Вселенная и атлет Севакер. Сейчас я покажу вам олдскульную тренировку груди. Это одна из моих любимых тренировок. Все упражнения в ней классические. Именно их выполняли атлеты 80-х, 70-х. Она идеально подходит для построения классической объемной груди. Начнем мы с жима штанги на горизонтальной скамье. Это основополагающее упражнение на массу груди. Кроме того, в нем можно отлично прочувствовать памп, повысить силовые и дать хороший импульс всей тренировке груди. Здесь у нас будет пять подходов. Первые два разогревочные и три рабочих, в каждом из которых я буду увеличивать вес, буду стараться работать потяжелее. Отдыхаю я здесь от минуты вплоть до двух. Таким образом, я точно знаю, что я полностью восстановился перед рабочим подходом. И я получаю максимум от каждого повтора. С прожимом в каждом повторении. Понимаете о чем я? Жим штанги, наверное, было самым первым упражнением, которое я начал делать, впервые прийдя в зал. У меня никогда не было проблем с этим упражнением. Единственное, что у меня не всегда есть партнер, а я обычно люблю поработать потяжелее. На чем бы я обратил здесь внимание, в большинстве случаев, когда вы опускаете гриф на грудь, это включает уже вращатели плечевого сустава, и это большой стресс на плечи. Поэтому я обычно оставляю где-то сантиметра два, два с половиной до груди, и не выжимаю до конца, не замыкаю руки в локтях. Это позволяет сохранить грудь в постоянном напряжении. Ну что, это был первый подход. 12 повторов получилось. Наверное, мог бы сделать еще несколько, но я дальше буду увеличивать вес и хочу сохранить количество повторений, делать по 12. Обычно в начале отдых у меня небольшой, где-то от 45 секунд вплоть до минуты. Дальше по ходу тренировки отдых будет увеличиваться, отчасти из-за повышения рабочих весов. Ну, вообще всегда по-разному. Иногда приходится отдыхать даже больше, чтобы перевести дыхание. Ну, главное тут не увлекаться. Отдыхать ровно столько, сколько тебе нужно для того, чтобы выполнить полноценный подход. Раньше я вообще зацикливался на больших весах. Вот только теперь я начал концентрироваться больше на связи мышц и мозг, на ощущениях. Ведь моя главная задача – это не тоннаж. Все, что можно получить в результате этого запредельный стресс на суставы и связки. Иногда я могу сделать разводки или подъемы гантелей перед собой, перед тренировкой груди, для того, чтобы, когда я приступлю к жиму лежа, предварительное утомление плеч, которого мы добились в разводках, заставит грудные мышцы выполнять всю работу. Так что грудным придется отдуваться за все. После жима штанги я обычно люблю делать жим гантелей на наклонной скамье. Причина в том, что в этом упражнении можно индивидуально изолировать каждую пекторальную, увеличив таким образом количество волокон, участвующих в работе. Здесь мы делаем три подхода, снова увеличивая рабочий вес от сета к сету. Минимум по восемь повторений в каждом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этой лавке у нас три отверстия. Первая – это горизонтальная скамья, понятно. Вторая – еще один угол для разводок, скажем. Ну и третье отверстие – это уже традиционная наклонная скамья. Ну а четвертое – здесь уже включаются больше передние дельты. Ну а дальше нагрузка уже полностью переходит на дельтовидные. Так что не задирайте слишком высоко, угол должен быть не больше сорока пяти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После жима гантели на наклонной скамье мы перешли к сведениям рук на блоке. Классическое упражнение на изоляцию, которое всем известно за то, что придает груди такой сеченый вид. Все Арнольд и Франко Коломбо делали это упражнение постоянно. Заключительный такой памп – просто прожечь уже до конца их. 15-20 повторений в подходе, концентрируемся на пампе. Главное здесь прожаться, накачать кровь, успеть сделать как можно больше повторений перед тем, как наступит отказ. Идеально подходит для завершения тренировки груди. Памп мощнейший, кровь просто затапливает грудь. Кровяное наводнение своего рода. Мы сделали жимовые упражнения, где, я надеюсь, нам удалось разрушить как можно больше волокон. И здесь мы уже добиваемся финальный памп. Как минимум 12-15 повторений тут нужно сделать. Ну, я стараюсь сделать 20. После этого отжимания на брусьях – отличное упражнение для общего растяжения нижних пекторальных. Лучше всего делать его в конце тренировки, потому что вам не придется добавлять дополнительный вес. Вы уже устали, так что вам будет достаточно веса своего собственного тела. Я обычно делаю три подхода до отказа с максимальным количеством повторений. Первый подход у меня обычно получается 20, иногда 25, как повезет. После около 20 секунд отдыха я приступаю ко второму подходу. Обычно получается 10, иногда 15 повторений. И снова нужно концентрироваться на хорошем прожиме. Это поможет с общим развитием груди. Ну и, наконец, третий подход – работайте в отказ. Просто в усмерть, пока вы не сможете дальше делать. Без боли нет роста, так что ставите цель, количество повторов и делайте это без разговоров. 20 повторов, где у нас 100 часа. 30 секунд отдыха в отжиманиях. Я отдыхаю меньше всего. Самый короткий интервал отдыха у меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обычно я стараюсь делать 3 подхода в районе 20 повторений каждый. Последним постараюсь сделать 15. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, наконец, последнее упражнение на сегодня – это пулловер с гантелью. Не многие его делают сейчас. Я не знаю почему. Это отличное упражнение для построения плотной груди. Без него вы не прочувствуете памп здесь в середине, не добьетесь толщины груди. В нижней фазе гантель нужно опускать всегда немного ниже головы, как настолько низко, насколько можете. И в верхней фазе максимальный прожим. Как всегда, это самое главное. Я обычно делаю 3 подхода по 10-15 повторений в каждом. Не забывайте делать глубокие вдохи здесь. Таким образом вы растягиваете свою грудную клетку. Это фишка, к которой прибегали атлеты золотой эры. Очень популярное упражнение. Ну, тогда было так точно. Оно поможет вам добиться широкой грудной клетки. Само собой, спина здесь тоже работает. Ну, если вы хотите больше сконцентрироваться именно на пекторальных, то поуже руки. Ну, с гантелью они узкими у вас и получается постановка. Если спина, то можно взять штангу и взяться пошире. После них всегда дыхание сбивается. Возможно, они не такие крутые в плане пампа, но после выполнения этого упражнения очень тяжело. Сегодня мы использовали с вами основные, базовые, составные упражнения. Ничего модного. Просто выполнение интервалы отдыха, подходы. Просто попробуйте и сделайте для себя выводы. Субтитры сделал DimaTorzok